Я приветствую вас на канале Банковский. Давайте с вами разберемся, как же и покосить ипотеку материнским капиталом. Сейчас это очень распространено, потому что материнский капитал с 2020 года, 1 января, платят даже за первого ребенка и потом надбавка за второго ребенка. То есть раньше платили только за второго, а сейчас и за первого. И поэтому люди охотнее стали брать ипотеки для того, чтобы воспользоваться этим материнским капиталом, погасить какую-то часть и меньше платить. Так вот, давайте разберемся, какие же есть этапы для того, чтобы материнским капиталом воспользоваться. Самый первый этап, это вам нужно взять справку в банке. Если у вас действующая ипотека, то подтверждение того, что она реально у вас есть, и вы за нее платите, она на вас оформлена. В следующий этап вам нужно подать заявление о переводе денежных средств с материнского капитала в банк. Это можно сделать как через МФЦ, так же и через госуслуги, и через Пенсионный фонд России, личное обращение, и так же на сайте Пенсионного фонда. В Пенсионном фонде данное заявление рассматривается в течение 30 дней, и в случае одобрения деньги перечисляются в банк в течение 10 рабочих дней. После того, как деньги будут переведены, вам нужно обратиться в отделение банка, где вы оформляли ипотеку, и написать заявление там с просьбой о том, чтобы данный материнский капитал ушел в счет погашения счета по ипотеке. Погасить материнским капиталом можно как основной долг, так и проценты. И если вы, к примеру, погашаете, это уже будет у вас досрочное погашение, да, и вся сумма внесена будет и выплачена материнским капиталом, то вам нужно будет взять обязательно сразу справку о досрочном погашении. Но и так как вы воспользовались материнским капиталом, вам нужно будет сделать в дальнейшем разделение долей на всех членов семьи. Ну и, соответственно, подать документы в Росреестр для того, чтобы получить выписку ЗИГРН без надписи о том, что ваша квартира находится в обременении. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok